А всем здорово, друзья! С вами, как обычно, Цивус. И что ж, сегодня будет мега-легендарный ролик. Почему? А потому что сегодня сойдутся две эпохи. Эпоха современного металлоэлектричества и эпоха газовых плит и эмалированных чайников, ребята. Назову эту эпоху СССР и эпоха просто современности наших годов. Такой самый популярный чайник, самый дешевый. Покупал его я за 599 рублей. В общем-то, что сегодня будем делать? Будем сравнивать их на прочность при помощи вот такого топа 20 петард. Здесь 10 видов петард, каждых петарды по 2 вида. Будем брать просто одну сюда закидывать, другую сюда закидывать и смотреть, что будет крепче и что будет вообще с ними происходить. Также, ребята, это еще не все. Взял вот таких десяток яиц и изделие под названием стробоскоп. Думаю, вы знаете, что я сегодня буду им делать. В общем-то, все по ходу ролика увидим. Ну, в общем-то, что ж, меньше слов, больше дела. Погнали! Друзья, что ж, предлагаю начать вот с такой пулеметной ленты на 16 бахов. И да, хотел бы напомнить, ни в коем случае не повторяйте увиденное в данном ролике. Все действия выполнены профессионалом. Я и моя команда соблюдают всю технику безопасности. Так что вы лучше смотрите, но ни в коем случае не повторяйте. Как уже поняли, начнем с современного чайника. Попробую накрыть крышкой, ни в коем случае не повторяйте. Медленно тут достаточно фитиль. В общем-то, посмотрим, что будет. О, блин! Офигеть! Я прям думал, крышка уже серьезно откроется с минуты на минуту, но она выдержала. Давайте посмотрим, что... О, закипел малыш! Там столько всякой бяки-фигаки. Ладно, давайте теперь современный... Ой, старый, наоборот, чайник. Тоже накроем крышкой. Здесь обыкновенная она, как у обычной кастрюли. Вот, мне кажется, она, скорее всего, слетит. Как вы думаете, напишите в комментариях. Хотя, кто его знает, здесь вот такие штуки, они ее будут придерживать. Понеслась. Точно такая же пулеметная лента на 16 бахов. Ни в коем случае не повторяйте. Ёкарный бабай! Вот это да! Офигеть, ребята! Чисто лайк! Просто крышка флип-челлендж, блин, сделала. На 180 сальтуху крутанула и на спинку присела. Офигеть, блин! Но пока что на слабых петардах лучше себя проявляет современный чайник. Как дальше будет, я вообще не знаю. Так, что там у нас дальше? Давайте слегка увеличим калибр и протестируем вот таких вот два замечательных треугольника. Так, думаю, давай начнем сейчас наоборот с этого чайника сразу. Конечно, у него фитиль тут короткий, у треугольника, но тем не менее. Советский чайник против треугольника. Сейчас подлетит, мэйби. Опа! Ребята! На уровень проводов подлетело! Офигеть, у них мощность этих треугольников! Вот раньше, я помню, такие же самые треугольники, они вообще какие-то слабоватые были. Сейчас вообще зачет, блин! Мне кажется, у современного чайника от такой мощности уже может крышку снести. Как вы думаете? В комменты напишите. Мощность у треугольника неплохая, надеюсь. Чайник еще выживет. Возможно, сейчас разлетится. Опа! Были контакты, ребята! Это крышку больше не найти. Вон она, она разлетелась. Так она тут вообще уже пластмассовая даже. Обычная пластмассовая, что сверху, что снизу. В принципе, да, это неудивительно. Что там с самим чайником? Не, ему вообще по барабану пока что. Ладно, что? Давайте что-нибудь помощнее закинем. Допустим, вот такой четвертый корсар. Вроде это Зов Демона. Да, Зов Демона. И, кстати, сейчас сравним вот этот четвертый корсар с треугольником. Видели, как он крышку подкинул у старого чайника? Метров, блин, ну 10 до проводов. Сколько метров? Ну 5 точно так было. Зов Демона запускаю в обычном чайнике. Свит. О, неплохо шандарахнуло. Но чайник еще держит. Ладно, сейчас будет интересно посмотреть, как у старого чайника подлетит крышка. Мощнее ли будет четвертый корсар треугольника? Ну, честно, по моему опыту, мне кажется, нифига нет. Закинули, ни в коем случае не повторяйте. Сейчас подлетит. Офигеть, треугольник оказался мощнее, блин. Раза два, видели, да? Хотя там вообще петардочка вот такая в этом треугольнике, на самом деле, находится. Надо будет какое-нибудь видео раскрутить и все это дело посмотреть. Ладно, ладно, погнали дальше. Давай сейчас вот такую петарду, тропик, закинем опять-таки в старый чайник. Мне кажется, будет где-то на уровне с четвертым корсаром. Примерно она такая по мощности. Опа! Да мощнее, мощнее было! Мощнее четвертого корсара. Да, я просто криво кинул, он в угол ушел и закрутил ее. Офигеть! Сейчас, блин, современный чайник, наверное, все. Щепочки разлетятся. Давайте посмотрим, что будет. Так, ребята, дубль два, тропик. Короче, в этот чайник уже закинули один, оказался бракованный. Часто они бракованные оказываются, именно поэтому я их сразу три штуки взял. Ну, надеюсь, это сработает. Посмотрим, как. Что с чайником будет? Не повторяйте ни в коем случае. Ребята, короче, тропик второй раз за сегодня оказался бракованным. Короче, один из трех только сработал у нас. Блин, что-то часто на браком отдает эта петарда. Ладно, не суть. Давайте перейдем к чему-нибудь даже еще более мощному и уже посмотрим, что произойдет с нашими чайниками. Как вы думаете, что выживет? Ну, я думаю, всем это и так очевидно понятно, но все равно можете в коммент написать и какую-нибудь историю свою рассказать школьную, потому что сейчас вы все в школу пошли. Думаю, есть какие-то по-любому прихолюхи новые у вас. Ребята, ладно, сейчас давайте в современном чайнике протестируем вот такую петарду P20. Сразу возьму ее для старенького. В общем-то, интересно будет посмотреть, какой эффект она окажет на чайник. Мне кажется, может чайник разлететься. Современный, по крайней мере. Уж точно. Потому что металл у него такой тоненький. Достаточно! Выдержал! Офигеть, звучок был! Выдержал, да не особо, смотри! Вот так пробило. Ребята, покупал, короче, чайник этот в ДНС. И это был капец. Принесли мне запечатанный со склада чайник. Я думаю, нафиг его буду осматривать, все равно мне его тестировать как бы. Пофиг, так заберут. Но нет, все-таки продавец решил открыть. Я ему не стал препятствовать, открывает. А у него вот примерно точно вот такая же ситуация. Даже все похуже было. Вот она фотка. Можете сами посмотреть. Так что, ребят, блин, всегда проверяйте товар. Мало ли что может случиться. Ладно. Теперь, качество. СССР. По ГОСТу точно он делался эмалированный чайничек на 2,3 литра. Что немаловажно или маловажно. В общем-то, я не знаю. Ни в коем случае не повторяйте. Сейчас может подлететь крышечка. Насколько вы... О-о-о-о-о, е-о-о, красота. Смотри, как ее ветром сдуло. Блин, в свалку наша упала. Хэй, ребята. Чисто зачет. Ладно, переходим дальше. Ребята, давайте сейчас вот такие две петарды фиолетовые протестируем. Давно их что-то в роликах не было. Куда-то у меня пачка с ними затерялась. Я ее вот из-под дивана недавно достал. Что она там делала, я вообще, ребят, не знаю. Кто знает, напишите. Запускаем контакты. Не помню уже их мощность. Ну, вроде неплохие были. Сейчас заодно и сравним их. Опа! Ребята, ну, посильнее в раза 2 четвертого Corsair. Но, в принципе, особой мощностью не отличаются. Ладно, давайте наш металлический чайник. Он тут уже его кинул, блин. Здесь распался, бедолага. Ну, ничего. Еще подержится. Фиолетовая петарда. Ну, в принципе, скорее всего, она ему тоже нифига не сделает. Звук, конечно, здесь гораздо громче в этом чайнике получается. Потому что ничто, грубо говоря, не препятствует его выходу. Есть здесь такие небольшие шишечки. Видишь? Все-таки петарды ему какой-то дэмэдж да наносят. Ладно, давайте посмотрим, что там у нас еще. Ребята, всего лишь осталось 3 вида петарды. Нет, 4. Потому что у меня в портфеле самые мощные петарды лежат. Плюс куриные яйца. Что я хочу сделать, так не сказал. Возьму вот этот стробоскоп. Он очень сильно мерцает. И у него высокая температура. Закину в чайник вот в этот. Накрою все это дело крышечкой. И сюда разобью пару яиц. И посмотрим, смогут ли они вообще поджариться. Ребята, я такого еще нигде не видел. Мне, скорее всего, кажется, что у нас все это получится. Так что, в общем-то, думаю, получится интересно. Ладно, пока что. Переходим к чайникам. Давайте вот такую петарду. Это вроде бы Гром 1. Фирма Триплекс. Закинем его в современный чайник. Посмотрим, будет ли Гром. Мне кажется, Гром должен быть. Ух ты ж, блин! Мне кажется, пока что топ-1 за сегодня по мощности. Вот это шандарахнуло. Смотри. Ты нафиг это отогнуло. Кто не знает, кстати, как чайник работает. Тут все очень просто. 220 сюда заходит. Вот в эту платформу. Видите, здесь пластмассы и контакты отделены. И потом просто вот так это все дело вставляется. И нагревает вот этот нагревательный элемент. Вода закипает, соответственно. Все, закидываем Гром 1 в чайник. Мне кажется, самое мощное за сегодня будет. Блин, неудобно, конечно, этот чайник накрывать немножко. По секрету вам скажу. Потому что там ручки мешаются. Посмотрим, как подлетит. Думаю, будет достаточно высоко. Ух ты ж, е-мое! Да, ребята! Топ-1! Топ-1 за сегодня! Тут, ребята, у меня свалка. Кто ее не видел, можете посмотреть. Кто может приехать, можете мусор отсюда, в принципе, забирать. Я пока что его здесь складирую, потому что тут, в принципе, и так, грубо говоря, свалка. Но я, если что, за собой это все потом уберу как-нибудь. Приедем на технике, прям все отсюда соберем. И увезем уже на переработку пластик к пластику. Там листва к листве пойдет у нас. В общем-то, вот такая тема. Но кому нужно... Тут, кстати, его забирают очень часто. Приезжают всякие металл там, фигал, пластик. Тоже это некоторые люди сдают определенные. Ладно. Чего ж, блин. Давайте вот такую копию пиратскую закинем. Тоже, думаю, в металлический чайник. Ну, не в металлический, а в малированный. О, посмотри! Да ему тут тоже уже не слабо досталось-то. Вот вмятина. Вон вмятина. Блин. Все-таки тут металл, я думал, будет гораздо потолще. Так. П-2000. Ну, не оригинальная, конечно. Но все равно. Возможно, опять-таки, топ-1 за сегодня будет. Ни в коем случае не повторяйте. Опа! Ну, нет. Мне показалось, вот этот. Сейчас гром 2 был, да? Была гораздо помощнее. Так. Теперь в современном чайнике идем тестить по 2000. Блин, конечно, он уже весь такой неустойчивый. Ё-моё. Но он все равно до сих пор держится. Стоит все равно ему отдать небольшое уважение. Не могу накрыть этой шляпой. Сейчас будет что-то. Фух! Достаточно глухой звук такой был. Хлесткий, но глухой. И он выдержал. Да ну нафиг. Просто держит. Серьезно, ребят. Я, если честно говоря, думал, он еще от гром 1 расплавится. Ладно. Сейчас уже калибр будет нешуточный. Петарда GF-TF3. Посмотрим, на что она будет способна. Если нет, я говорю, у меня еще в портфеле есть карамба. Две штуки тоже. Скорее всего, карамба с ним миллион процентов, что справится. Уже GF-TF3 залетела. Накрыл, накрыл наконец-то этой фигней. Подставкой, блин. Не подставкой. Да. Фигнистала. Опа. Ребята, походу, все дно вырвало нафиг. По всей видимости, да. Нет, смотри, держится. Это просто нагревательный элемент вырвало. Да ну нафиг. Ребята, не такой-то он уже слабый, как выходит. Ну на самом деле, эти чайники, блин, такие дешевые, самые не рекомендую. Потому что проще купить чайник обычный, там подороже в два раза. Но он прослужит в два раза подольше. Такие максимум у меня вот полгода. Я три раза такие менял чайники. По секрету, всему свету скажу. Ладно. Давайте сейчас наш эмалированный. Я офигею, если прикинь, вот здесь металл порвется. Хотя он типа жилетой получается, да. Даже никакого стыка нет. Я офигею, если так будет. Это будет вообще сенсация. Вот сейчас крышка, возможно, конечно, высоко подлетит достаточно. Надо ее поймать. Есть контакты! Вот это моща была! Я не понял. Я не понял, что там с чайником. Ну-ка. Ребята, хрустит сильно. Как-то его по-странному откинуло. Эмаль хрустит. Ну, целый. Мне, если честно, показалось, что мостик у него отлетел. Офигеть, ребята. Градусы накаляются. Я даже уже не знаю, что сейчас выдержит. Но, скорее всего, блин, не знаю, короче. Ладно, давай сейчас стробоскоп долбанем. Посмотрим, сможем ли поджарить мы глазунью на этом чайнике. Ребята, приготовили стробоскоп, приготовили ляйца. Короче, я боюсь, что YouTube кулинарию такую не одобрит, потому что это нарушение пищевого поведения. Так что, кому интересно, что у нас получится, переходите в Instagram, подписывайтесь. Там этот вы видос найдете сразу. И также можете в TikTok подписаться. Там я его через недельку, через месяц тоже выложу в TikTok. Так что, в общем-то, как-то так. Заходите, подписывайтесь. Там вся жесть, там весь лайф и еще дофига эксклюзивных видосов, которые на YouTube вы вообще не увидите. Так что заходите, смотрите. Там достаточно прикольно. Ребята, уже полакомились. Таких вкусных кокушек я никогда не ел. Кому интересно, Instagram, TikTok в описании, но в Instagram это выйдет гораздо вперед. В TikTok я вообще не знаю, буду такое ли выкладывать. В общем-то, запускаем сейчас вот такую петарду Карамбо. Достаточно мощная, по мощности мощнее многих там даже 12-х Корсаров. Отойдем подальше. Смотри, что... Ножки заколебали, ребята. Это было вообще моща. Подлетела, конечно, она как-то нифига не вверх. А туда в сторону, ну вообще жестко ее куда-то откинуло. Что там с чайником? Давайте посмотрим. Чайнику по барабану. Ну, ладно, ребят, не будем делать поспешных выводов. У меня еще, конечно же, есть бульдоги. Давайте сейчас эту же самую Карамбу протестируем вот в таком чайнике современном. Мне кажется, ему вообще триндесно станет, да? Да, ребят, Карамба на изготове. Также, напомню, в концовочке же по традиции дымовуху цветную затестим. Тоже будет мега красиво. Сейчас к чайнику придет керендыц. В принципе, как я и предполагал. Все, с чайником покончилось. Покончили, ребята. Однозначно лайк, если вам понравился этот ролик. Если вам не понравился лайк и комментарий, что не понравилось. И вообще, можете просто комментарий ради продвижения и поддержки написать. Также заходите на канал, найдете для себя там дофига чего интересного. Мы запускаем дымовую шашку. Да, ребят, запуская дымовуху, как вам ролик, обязательно тоже комменты напишите. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые мега эпичные ролики. Кто новенький на канале, по любасу зайдите на канал, найдете для себя дофига еще интересных роликов. Вот такая дымовуха распустилась. У меня даже три видео есть с топом дымовух. Можно, кстати, к зиме поближе к Новому году заснять четвертое. Собрать прям топ 50, может, дымовух. Я сейчас нашел дофига новых производителей от этих дымовух. Конечно, ветер, их тестировать не особо себе прикольно, но тем не менее. Подписывайтесь также на инстаграм, чтобы посмотреть вот это вот видео, как мы жарили яйцо. Получилось вообще зачетно. Я такое серьезное. Такого эффекта не ожидал. Также, ребят, в планах протестировать принтер для распечатки бумаги. Вообще взять штуки три, как вам такая дейка, напишите в комментариях. Да и вообще просто свои идеи пишите. Ну а с вами был Цимус. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до встречи и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова